Акции протеста в США. На улице по всей стране выходят недовольные избранием Дональда Трампа. Некоторые выступления сопровождаются насилием. Так, в штате Орегон, этой ночью били витрины и жгли мусорные баки. Третий день протестует либеральный Нью-Йорк. Очередная акция в эти минуты проходит на Вашингтон-сквер в Нижнем Манхэттене. Там работает мой коллега Тихон Зитко. Тихон, приветствую, и вам слово. Да, Лиза, я приветствую вас. Действительно, вы видите, что люди здесь, на Вашингтон-сквер, постепенно начинают собираться. Людей не так много, но, собственно, и не предполагалось, что тут в какой-то момент появится огромное количество протестующих. Они сюда будут приходить весь день. Люди приходят с плакатами. Давайте посмотрим. Вот главный плакат, который здесь, на котором написано, что это демонстрация любви нью-йоркской. Любой желающий может подойти и оставить любую надпись на этом плакате. Они говорят, что дайте миру шанс, давайте оставим наследство любви, мы не сдаемся, мы вас не бросим и так далее, и так далее. Вот прямо на Ваших глазах одна из девушек сейчас будет оставлять какую-то надпись. Люди, которые собрались здесь, это в основном молодежь. Сегодня день ветеранов в Соединенных Штатах Америки, и поэтому студенты и ученики старших классов, они сегодня не учатся, и они все сюда пришли. Мы пообщались с некоторыми из них. Давайте послушаем, что они нам сказали. Дональд Трамп далеко не лучшее, чего заслуживает эта страна. Он гомофоб, он расист, он просто плохой человек. Это очень важно, чтобы сегодня американская молодежь заявила об этом, потому что в скором времени мы унаследуем эту страну. Мне не нравится Трамп, потому что он дает голос всяким таким людям, как, например, расистам или сопремисцам. Он дает им голос, и он дает им чувство силы. И мы не хотим, чтобы они чувствовали, что они могут такие атаки делать на женщин, на черных, на мозг, на никого, на голубых. Мы хотим, чтобы у нас был мир, чтобы все были счастливы, и никто не должен менять себя, просто чтобы чувствовать, что они могут здесь существовать, в нашей стране. Я не исключаю, что он может измениться, и что он говорил все эти ужасные вещи только ради того, чтобы получить голос от тех, кто ненавидит всех вокруг себя. И, может быть, он и будет хорошим президентом. Но, исходя из того, что он говорил, мы знаем, этот человек не имеет никакого опыта. Мы здесь, чтобы заявить, что мы против Трампа и против всех ужасных слов, которые он говорил, и за то, во что мы верим. Мы верим, что во главе этой страны должен быть человек, который одинаково относится ко всем ее жителям. В данный момент здесь находятся несколько сотен человек, и люди продолжают приходиться до 7 вечера. Запланировано это мероприятие, и все происходит абсолютно спокойно. Неподалеку отсюда выстрелилось большое количество полицейских, однако они никак в происходящее не вмешиваются. Собственно, необходимости такой как будто бы и нету, поскольку все очень мирно. И вообще, те акции, которые в Нью-Йорке в последнее время проходили, они проходили практически без инцидентов. Хотя в среду, на следующий день после выборов, было задержано несколько десятков человек. Ненадолго после этого их отпустили. Большое мероприятие запланировано в Нью-Йорке завтра. В Фейсбуке на него записали, заявили о своем намерении на него пойти несколько десятков тысяч человек. Акция начнется в субботу в 12 часов на Юнион Сквер. А вот в других городах Америки, и на западном побережье, и на восточном, не обошлось без насилия. Ну, во-первых, ночью протестовали на западном побережье, в штате Орегон, в городе Портленд. Там акция протеста переросла в беспорядки. Люди били витрины, люди били окна в машинах, поджигали мусорные баки. И полицейские призывали всех разойтись. Однако, когда протестующих этому не прислушались, полиция применила силу. В частности, в ход пошли резиновые пули. В итоге в Портленде были задержаны почти 30 человек. Больше 150 человек были задержаны в другом городе, на западном побережье, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Также в ходе протестов, связанных с избранием Трампа президентом. Неудивительно, что именно в Калифорнии проходит много протестов, поскольку там живет много мексиканцев, которые боятся, что теперь, после того, как Трамп стал президентом, у них начнутся серьезные проблемы. На другом побережье, на Восточном, в городе Балтимор, также протестовали. Там в протестах принимали участие около 600 человек. Полицейские по итогам задержали троих. В частности, за нежелание следовать законным требованиям сотрудников полиции. Ну а здесь, как вы видите, все абсолютно мирно. Такая приподнятая, веселая атмосфера. Чем-то напоминают фильмы о хиппи, их сборищах и протестах в прошлом веке. Давайте посмотрим, что происходит в той части площади. Вы видите, что люди абсолютно мирно стоят, скандируют какие-то лозунги. Даже не против Дональда Трампа, а в поддержку любви, поскольку они опасаются, что та любовь, о которой говорила Хиллари Клинтон в ходе своей предвыборной кампании, теперь, когда президентом стал Дональд Трамп, будет заменена ненавистью, о которой неоднократно, как считают многие, говорил Дональд Трамп и его сторонники в последние полтора года. И люди опасаются, что страна начнет двигаться в неправильном направлении. Кстати, к слову, сейчас, когда во многих городах Америки проходит демонстрация против избрания Дональда Трампа президентом, будет демонстрация и в поддержку его победы на выборах, как пишет газета «Нью-Йорк-Пост». 3 декабря люди, которые поддерживают Дональда Трампа, а именно представители организации «Куклус Клан», прошу прощения, проведут марш шествия в его поддержку. Люди из штаба Дональда Трампа уже сказали, что они осуждают российские заявления представителей этой организации. Ну, посмотрим, выскажется ли как-нибудь сам избранный президент. Лиза. Спасибо, Тихон. Мой коллега Тихон Зитко с манхэттенской демонстрацией противников Дональда Трампа. Продолжение следует...